Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Никешина. Здравствуйте! Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе на должность главного федерального инспектора по Ненецкому автономному округу назначен Кирилл Шинко. Информация о назначении размещена на сайте полпреда президента Российской Федерации в СЗФО. Кирилл Витальевич с 2007 по 2016 года замечал руководящие должности в органах государственной власти Ненецкого округа. С 2016 по март 2019 трудился в должности федерального инспектора по Республике Коми, Департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. С марта 2019 главный федеральный инспектор по Ненецкому округу. Депутаты окружного собрания провели заседание предсессионного комитета. В частности, депутаты заслушивают доклады уполномоченных по правам человека и ребенка в Ненецком округе, а также председателя общественной палаты. В соответствии с окружным законодательством депутаты окружного собрания ежегодно заслушивают доклады омбудсменов о своей деятельности по итогам предыдущего года на сессии. За прошедший год к уполномоченному по правам человека в Ненецком округе поступило 228 обращений. 155 из них поступило в устном порядке. В основном проблемы жителей касаются права на жилье и социальной защиты. Мы всегда подчеркиваем, что люди в ежедневной жизни всегда сталкиваются с тем, чтобы реализовать свои конституционные права, которые связаны с ежедневным улучшением быта, с поддержкой комфортной жизни. И, как правило, из этого возникает обращение в государственные органы. Там, где государственные органы помогают или отказывают, в неустановленном порядке граждане обращаются к нам, соответственно, мы оказываем им помощь. Также с докладом о своей деятельности выступит уполномоченный по правам ребенка в Ненецком округе Галина Гуляева. Депутаты поинтересовались у детского омбудсмена, с чем связано увеличение количества детей, оставшихся без попечения родителей. По словам детского омбудсмена, основная причина – это алкоголизация населения. И оставлять детей в таких семьях нельзя. Органы системы профилактики все больше с каждым годом выявляют вот таких детей. Чтобы сразу не лишать их родительских прав, должны проработать с этой семьей. Чтобы извлечь из нее тот потенциал, который у нее еще есть. И часть детей действительно возвращается в эти семьи. Но часть детей, к сожалению, все-таки навсегда остается в детском доме, либо передается в замещающие семьи, потому что уже с этой семьей ничего сделать нельзя. Поэтому вот рост этих семей, да, он есть. А рост детей, которые остались без попечения родителей и имеют такой статус, он у нас с каждым годом, вот это количество детей их уменьшает. Тема алкоголизации населения, а также подростковой преступности, станет одной из тем в докладе председателя общественной палаты Ниньского округа. Мария Крупенькина расскажет о состоянии и развитии институтов гражданского общества в 2018 году. Одной из моих самых первых встреч в должности председателя общественной палаты Ниньского округа была встреча с начальником окруженной полиции, где он как раз-таки обратил внимание и попросил привлечь общественность к решению данной проблемы. Это алкоголизация подростков от 14 до 18 лет, потому что среди именно этой данной категории высокий уровень преступности. В основном совершается преступность, преступление совершает подростки в состоянии алкогольного опьянения. И вот как одно из предложений было, оно, конечно, может быть и суровой, да, это ограничение работы увеселительных заведений до двух часов ночи. Кроме того, в региональном парламенте рассмотрят законодательные инициативы, с которыми выступили администрация округа, Наринмарский городской совет и прокуратура округа. А также депутаты рассмотрят ряд проектов федеральных законодательных инициатив. Очередная сессия собрания депутатов Ниньского округа состоится 7 марта в 10 часов. Прямую трансляцию сессии можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Рейтинг муниципальных образований Нинецкого округа по уровню содействия конкуренции возглавляет город Наринмар. На втором месте – Приморско-Куйский сельсовет. На третьей строчке рейтинга с равным количеством баллов стоят Заполярный район, Карский, Омский и Шоенский сельсоветы. Рейтинговая оценка муниципалитетов сформирована по итогам их деятельности в области развития конкуренции в регионе за 2018 год с целью вовлечения органов местного самоуправления в процесс создания благоприятных условий для развития конкурентной среды в округе. Основными критериями оценки стали соблюдение норм антимонопольного законодательства, привлечение жителей к опросам о цене и качестве товаров, работы и услуг в округе, а также выполнение мероприятий, способствующих развитию конкуренции в регионе. Как сообщили в профильном департаменте, такая оценка действий органов местного самоуправления будет являться стимулом для совершенствования принимаемых мер, а также позволит выявить лучшие муниципальные практики региона с целью их дальнейшего тиражирования. 2500 квадратных метров жилья будут переданы округом собственность администрации поселка Искателей. Такое решение было принято на заседание администрации Ненецкого округа. Речь идет о 47 квартирах в двух новостройках для целевого использования. Как пояснили в Управлении имущественных и земельных отношений НАУ, они были построены для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным к проживанию или с высоким уровнем износа. Проектом распоряжения предлагается принять решение о передаче из государственной собственности Ненецкого автономного округа в собственность муниципального образования городского поселения рабочий поселок Искателей. 47 квартир в двух домах расположенных в поселке Искатели. Это дом номер 23 и 25 улицы Губкина. 23 квартиры в 23 доме и 24 квартиры в 25 доме. Все необходимые согласования получены. Проект подготовлен на основании предложения администрации поселка Искателей. Прилагаем проект распоряжения принять в предложенном варианте. Спасибо, коллеги. Это те самые поморские, о которых мы говорили. Так называемый официальный адрес у Негубкина 23 и 25. Как ранее сообщала администрация поселка Искатели, квартиры будут распределять между жителями расселяемых домов по улице Тиманская, улице Ордалина, переулок Строительный 1, улица Озерная 16 и переулок Геофизиков 1. Общая стоимость жилых помещений составляет 182 миллиона рублей. Оба дома сданы подрядчикам с отставанием от графика. Полис Жилстрой должен был сдать их в сентябре прошлого года. Однако по объектам были получены замечания от жилищной инспекции, которые пришлось устранять. В окружную собственность дома были переданы в декабре. Администрация Наринмара подписала соглашение с Департаментом строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ о переводе субвенции в размере 29 миллионов рублей на предоставление компенсационных выплат первым очередникам. Как сообщает прислужба мэрии, в администрацию региона будет направлен список претендентов на утверждение, после чего им предстоит собрать полный пакет документов для получения выплаты. На сегодняшний день заявления на получение компенсационной выплаты за аварийное жилье подали 65 горожан. Из них 58 поставлены на учет, поскольку их заявления соответствовали всем требованиям законодательства. Напомню, право на получение компенсационной выплаты имеют собственники жилья в домах, признанных аварийными и включенных в окружные реестры жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Компенсационная выплата может быть направлена на покупку жилья или использована по своему усмотрению. Если в собственности получателя есть жилое помещение на территории Российской Федерации, соответствующее требованиям закона номер 3 ОЗ. Проконсультироваться по вопросу получения выплат можно в отделе по управлению муниципальным жилищным фондом МКУ Управления городского хозяйства города Наринмара. По адресу улица Смедовича, дом 11, кабинеты номер 1 и 2. Дни приема вторник и четверг с 14 до 17.00. Телефон для справок 4 27 53. В 2021 году в Оксино начнется строительство новой молочной фермы. Разработка проекта будет выполнена за счет собственных средств агропромышленной компании. Нынешнее здание используется уже 37 лет и за это время устарело. Для строительства новой фермы необходима разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы. На это уйдет почти два года и строительство может начаться уже в 2021 году. Как отметил глава региона Александр Цибульский, у агропромышленной компании традиционно хорошие производственные показатели. Округ готов поддержать передовиков в строительстве новой фермы, которая необходима для сохранения высоких показателей деятельности. Но агропромышленная компания должна самостоятельно заняться подготовкой проекта строительства. Директор Ненецкой агропромышленной компании Анатолий Чудочин в свою очередь заверил, что выполнит данные обязательства согласно поручения губернатора. Студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума обменялись опытом с иностранными коллегами. В техникум приехала делегация из народной школы в Пасвике, Норвегия. Школа популярна среди учащихся и молодежи, которые приезжают учиться со всей Норвегии и из многих стран Европы. Ежегодно в школе учатся учащиеся из России, которые приезжают в школу для изучения норвежского языка. Техникум сотрудничает со школой второй год. Обучение в народной школе в Пасвике один год. По мнению студентов, это год на размышления, чтобы укорениться или изменить свои взгляды на выбор дальнейшего пути. Студентка из группы «Ход Арктик» Александра рассказывает об особенностях школы. У нас нет экзаменов и прочих тестов. Наша школа – это, так скажем, школа, которая помогает тебе определиться, что ты хочешь делать дальше в жизни. То есть, по сути, основная цель – это взять год после окончания школы и решить, чем ты хочешь дальше заниматься. Примечательно, что после окончания курса обучения в народной школе студент не получает какого-то диплома или аттестата, только опыт и знания. Мы ездили с ответным визитом в Норвегию в ноябре месяце. Также эта школа сотрудничает и школа нашей Пырерки. То есть, это у нас обмен опытом. Мы смотрим, чем занимаются ребята непосредственно в их школе, чему их обучают и, соответственно, чем у нас здесь. Год обучения в школе в Пасвике иностранному студенту обойдется примерно 800 тысяч рублей. Но существуют специальные квоты, по которым российская молодежь может пройти стажировку совершенно бесплатно. Я считаю, это отличной возможностью поехать потом дальше в Норвегию, особенно, когда у нас предоставлена такая возможность. Мы обучаемся языку, создан клуб. И когда узнаешь про эту школу, туда хочется поехать. Но обучение, конечно, дорогое, но возможность единственному студенту поехать туда – это шикарно, я думаю. В техникуме создан клуб норвежского языка. Ребята вместе с педагогом постигают иностранную речь. Он похож на немецкий и более, так сказать, легче учить его, потому что как читаешь, так и произносишь, собственно, так и пишется. А еще это отличная возможность получить опыт жизненный, то есть та же самая охота и рыбалка, или же путешествия. Знания норвежского, безусловно, пригодятся студентам, уверены преподаватели и директор техникума. Ведь в планах учебного заведения тесное сотрудничество с норвежской стороной. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север. В Наринмаре прошел праздник семейного творчества, приуроченный к Международному дню родного языка. В мероприятие приняло участие семь семей – ненецкий детский коллектив «Ханейко», вокальная группа «Родничок» и фольклорная группа «Талица». Также прошла презентация мультфильма по мотивам стихов поэта Алексея Печкова. Праздник семейного творчества начался с представления семейных театров. Взрослые вместе с детьми показывали различные сказки, скоморошины, легенды и традиционные бытовые сценки на родных языках – русском, коме, ненецком и таджикском. Затем все дружно разошлись по тематическим площадкам. Масленичная куколка. Делают ее в понедельник, в первый день масленичной недели. Чтобы всю неделю эта куколка масленичная стояла у вас дома, может быть, на окошке или у вас в комнате, и собирала все-все-все плохое в себя. Таких кукол раньше называли масленички. Их можно было сжигать в последний день масленицы или обмениваться в течение недели. Чем страшнее куколка, тем считалась лучшая. Можно было ее ругать, не хвалить, не жалко было. Только красивую эту куколку плохо ругать, да? Жалко ведь. В это время остальные детвора и взрослые играли в традиционные ненецкие, русские и коми-игры. Например, старинная игра «Бирюльки». Сначала опытный игрок Вера Семенова проводит инструктаж. Бирюльки ложатся на ладошку. На ладошку ложатся, в кулачок. Правильно скидывается. Вот не полностью так, а вот так. И нужно взять так, в бирюльку, чтобы не коснуться, другую не задеть. В этом смысл. Эта игра стала популярной еще в 19 веке. Пока среди детей, а затем и взрослых. В старые времена игрушек же не было. И необыкновенные палочки, которые найдут на улице, или веточки. Там, в общем, вот так вот что-то сделают. И начали они играть такой игрой. А потом уже со временем взрослые заметили, как интересно, дети-то играют. И сами придумали. И начали уже взрослые играть. И потом уже, как говорится, такая игра приняла уже массовость. Уже много стало народу играть. Даже уже люди, которые уже богатые люди, заинтересовались этой игрой. Родственный состав на таких праздниках не ограничен. В основном это были мамы, папы с детьми, бабушки с внуками. К ним могли присоединиться и дальние родственники. Ведь основная цель мероприятия – сохранение родных языков и традиционной культуры. Александра Литкова, Любовь Пермякова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Горячие блины, катание на лошадях, игровые площадки и многое другое. Дворец культуры Арктика приглашает гостей жителей Наринмара на праздничное гуляние «Широкая масленица», которое состоится на площади Маратсей. Масленица традиционно считается одним из самых ярких и веселых народных праздников. Жителей и гостей окружной столицы ждет развлекательная программа и забавы для всей семьи. А также ярмарка, масленичный столб, конкурсы и подарки. Приятным сюрпризом станет игровая программа уличного театра «Безлимит». «Приходите, будет интересно. На крыльце будет выступать питерский театр «Безлимит». Ребята будут ходить на ходулях, я сам не знаю, что там будет еще происходить, но я думаю, что будет очень интересно. На площади тоже будет очень интересно. Будут выступать наши местные артисты, будет театрализованное представление традиционное». Начало праздника 10 марта в 12 часов, а в 13.30 состоится сожжение чучела Масленица. В Международный женский день 8 марта на сцене Дворца культуры Арктика состоится трибют-концерт в исполнении эстрадно-джазовой студии «Импровиз» о женщине, которая поет. Музыканты исполнят 18 самых известных песен Аллы Пугачевой. Программа концерта приурочена к юбилею известной российской певицы. В апреле Алле Пугачевой исполняется 70 лет. «Было очень много моментов в процессе подготовки. Мы, клянусь, удивлялись некоторым произведениям, которые мы слышали очень много лет, но никогда не задумывались о какой-то смысловой нагрузке. И никогда мы, как музыканты, не думали, что эта песня может быть настолько сложна. Поэтому материал, мы еще раз убедились, этой замечательной певице уникален». Напомню, концерт эстрадно-джазовой студии «Импровиз» состоится 8 марта в 17 часов. Такова информационная картина к этому часу. Новости можно увидеть на нашем сайте. Далее смотрите прогноз погоды.